родители окружающие люди они вкладывают человека систему свою ценности систему взаимоотношения с миром человек приспосабливается чтобы выживать в этом мире человек ищет как жить лучше как значит встроиться в общество вокруг как сделать так чтобы тебя любили уважали чтобы было что кушать его человек он маленький человечек он еще не фильтрует эту всю информацию а он ориентируется только на сигналы ему хорошо или не хорошо страшно или не страшно больно или не больно или или приятно и вот значит ребенка отшлифовали отшлифовали он дох где родился на там и пригодился родился китайцам умеешь хорошо значит тараканов есть прямо знаешь все нюансы вот этот таракан вкусный этот таракан невкусный родился например там если ты не китаец то ты можешь тем родиться если ты не китаец индусам да индусы у них свои какие-то нюансы я не знаю как какие у них нюансы у индусов но их их полтора миллиарда тоже как китайцев и дальше человек уже годам к двадцати у него свобода выбора то есть он все-таки становится человеком и у него уже включается некая такая критическое мышление осознанность он начинает смотреть вокруг и начинает все-таки у него и свобода выбора у него прорывается его вот это духовная сила которая выражается чек по образу бога создан чек творец да бог творец и человек творец и чек начинает творить да ну что ты натворил спрашивает и он говорит ну как что натворил вот вот моя жизнь вот я это и натворил да вот каждый может оглянулся вокруг себя и сказать вот вот это я натворил сегодня не сегодня вообще в жизни своей творец теперь и тут нам всем повезло мы столкнулись с тем что оказывается из тора и тут сотворил мир он все рассказал как что работает как здесь жить если типа его по его как сказать тора это система план учения да то есть если мы идем по этому учению то оказывается можно сотворить себе вечную жизнь можно себе сотворить вечную жизнь можно себе здесь сотворить прекрасную жизнь можно быть веселым радостным счастливым здоровым ну все все есть истории только бери и делай и вот значит мы берем и делаем мы изучаем как она устроена все и сейчас мы дошли глава бамидбар в которой перечислены были вначале все 12 колен израиля 12 родов сколько было мужчин которые идут в армию все перечислено мы все посчитали все сходится все сходится каждая циферка сходится теперь значит мы переходим к тому что давай говорит посчитаем теперь посчитаем мы теперь колено леви теперь говорит бог маша рабену теперь считаем колено священников левитов из которого был маша рабену народ и вот значит родословие арона и маша когда бог с ними говорил идет перечисление его сыновей сыновей почему-то вот смотрите очень удивительно про маша вообще не сказано проводит сыновение одного слова написано вот потомство арона и маша и про маша не сказано сказано только сыновья арона первенец надо вавил элазар и тамар и дальше идет чем они занимаются приблизь колено леви пристав его к арону койну они будут прислуживать ему то священники это те кто приносит жертву всевышнему это как как куаним как это сравнить вот у человека есть например если человека например нервная система да она соединяет человека нервная система глаза уши значит вот эти вот пять органов чувств соединяют человека с окружающим миром то есть если бы не было вот этих вот пяти органов чувств то сигнал не входил бы нет входящего сигнала а что человека соединяет со всевышним человека со всевышним соединяет его способность мыслить и способность говорить способность в мыслях выбрать что я хочу соединиться со всевышним и с ним соединиться да так вот священники мы видим что но разное есть разное есть разное есть качество вернее не так у человека есть разные функции и у каждой функции есть есть более важные функции есть менее важные функции например Человек родился без рук, без ног Ну, это важная функция рути и ноги Но можно жить, не кучить, живет без рук, без ног Женился, родил детей, заработал деньги Написал книги Живет, без рук, без ног, выступает Никогда у него не было ни рук, ни ног Получается, рути и ноги, они важны, нужны Но, как он говорит сам Нет рук, нет ног и нет проблем Он говорит, ничего страшного, можно жить Теперь, значит, священники Куаним Они в еврейском народе и в мире Они выполняли функцию Только они могли приносить жертвы в храме Все, другим нельзя Хоть ты что-то сделай Мудрецом Тором можно стать Евреем можно стать Значит, женщиной можно стать Ну, как бы, теоретически, да Есть люди, которые могут стать, там, кем угодно Но коином никто, кроме коина, не может стать Кроме священника, никто им не может стать Теперь левиты Левиты, они обслуживали коинов И они выполняли Они несли, например, передвижной храм Когда 40 лет были в пустыне Только левиты могли нести Вот эти вот святые вещи Которыми потом пользовались коины Другие не могли нести эти вещи И сказал, значит Бог так сказал Я, говорит, взял левитов Из сынов Израиля Почему? Вместо всех первенцев Открывающих материнское чревое Из сынов Израиля будут моими левиты Ибо всякий первенец принадлежит мне В тот самый день, что я поразил всех первенцев Египта В земле Египта Я осветил для себя всех первенцев в Израиле От человека до скота Они останутся моими Я Бог И дальше он сказал, что Теперь мы поменяли первенцев на левитов То есть каждый первенец, который рождается Раньше было так До того, как Бог вывел и ввести народ из Египта То система работала чуть по другому Не чуть по другому, а конкретно по другому То есть вот этот вот момент Исход из Египта был переломным таким моментом На уровне, как потоп был Когда было стерто и уничтожено первое человечество Так исход из Египта Это был изменение, как бы перепрошивка софта Я помню, когда-то я объяснял студентам Таким молодым, 20-летним Как это все работает Я помню, как раз мы изучали потоп Что Бог стер все мироздание А потом от Ноха пошло новое Но он чуть-чуть изменил программу А один говорит Так это я знаю, как называется Это говорит, когда там телефон плохо работает Нужно перепрошить софт И он так сказал, перепрошить софтину Софт это как программное обеспечение Так вот, первый раз Бог перепрошил Программное обеспечение мира Когда Адам Решон, первый человек Пошел против Бога И не выполнил его указания Не есть это дерево познания добра и зла Произошла перепрошивка В мир пришла смерть То есть тот проект мира, который должен был быть Он изменился Второй раз перепрошивка была очень серьезная Когда был потоп Третий раз перепрошивка мироздания Была, когда был исход из Египта До исхода из Египта В каждой семье первый сын Первенец, который выходил первый у матери И первого отца Да, то есть это была какая-то в этом Особая была как бы система Что когда это первый ребенок До этого ничего не было Не было отношений никаких, ничего То какая-то особая душа Спускалась в духовного мира То есть как мы сейчас знаем Что когда происходит зарождение ребенка То папа дает сперматозоид Мама дает яйцеклетку Бог дает душу То есть соединяются три вот этих составляющих Теперь, ну когда был первенец То вот эта душа, которую Всевышний давал Она шла какие-то особые Пхоры, это как отборные души Да, были пхоры, первенцы Теперь эти первые сыновья В семьях, они выполняли роль священников Они соединяли материальный мир с духовным Потом, значит И это было везде Тот, например, первенец А он сумасшедший, например А у него связь с духовным миром Знаете, как сколько сейчас есть вот этих вот там Контактер Контактер Вася Был такой, знаете С кошкой сямской Сидел, я помню, еще в 90-е На него лекции собирались Контактер Вася Лысый такой с кошкой сидел А, например Ну, то есть первенец Он же может быть сумасшедшим Не было какой-то системы структурированной Как первенцы должны служить Всевышнему В общем, потом Когда было дарование Торы То эта вся система была структурирована Значит Бог назвал еврейский народ Те, которые были рабами в Египте 210 лет У которых не было эго Не было у них Никакого сопротивления То есть Они сразу, когда Бог их вывел Они сказали На асэм и нишма Сделаем и все будем Потом разберемся Все Уже хуже, чем нам сейчас Невозможно Мы принимаем любую систему Тем более система Бога Все Мы клянемся Будем все соблюдать И планировалось Что еврейский народ Будет все соблюдать Будет народ священником Мамлехет Кааним Вегой Кадош Значит Царство священников И народ святой И этот народ Выполнит то, что Первый человек Адам Решон Недовыполнил То есть будут все Служить Богу Как в армии Без вообще Без малейшего Шаг вправо Шаг лево Расстрел Теперь Внутри было еще Семейство священников Куаним И были левиты Которые обслуживали Кааним Теперь Значит Их пересчитали Их пересчитали Тут дальше написано В сегодняшнем отрывке Как Было написано Очень интересно Значит Посчитано Все Все левиты У левитов Было 3 рода Был леви У него было 3 сына И значит Все были роды У левитов Было 3 Как бы 3 Внутри колена Леви было 3 рода Каждый род леви Нес Разные были тоже у них уровни допуска, уровни святости Кто-то нес самое святое, кто-то там снаружи и так далее И что интересно, когда всех пересчитали То оказалось, что всех первенцев мужского пола по числу именных от одного месяца и старше Было по их почетам 22 273 Было 22 273 левита от одного месяца, в общем, всех мужчин Что интересно, в других коленах было мужчину 20 лет и старше Было 70 тысяч, да, колено Иуда, колено Дана, там были 70 тысяч Левита всего было 20 тысяч всего от месяца То есть их было намного-намного меньше Хотя Леви это был такой же сын среди 12 сыновей Якова, он был одинаковый Почему их было настолько меньше? Они не были в рабстве То есть рабство, оно с одной стороны, оно очень сильно прессануло их духовно, всех евреев То есть ментально, интеллектуально, ты раб, у тебя нет своей воли С другой стороны, они стали очень сильные физически и энергетически То есть они размножились невероятно Как компенсация вот этого вот интеллектуального и духовного давления Колено Леви не было в рабстве Они просто жили себе, служили, соблюдали шаббат Они жили отдельно Сколько их было? 22 тысячи всего Если взять мужчин старше 20 лет, то возьмем половину, 10 тысяч То есть их в 7-8 раз было меньше, чем остальных колен Понятно, да? Так что интересно Их было 22 тысячи 273 И Бог сказал Возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля И скот левитов, замен их скота И будут моими левиты Я Бог А чтобы выкупить 273 первенцев Настолько первенцы сынов Израиля превосходят численностью левитов Возьми по 5 шетелей из каждого В шетелях святилища, ты должен взять их 20 герав шетелей Отдайте деньги Арону и его сыновьям выкуп за первенцев избыточных на число в левитам Что получается? Смотрите Значит, были первенцы в народе Израиля Они должны были служить Богу Их было 22 тысячи И было 22 тысячи Вернее, не так 22 тысячи было 273 левита И 22 тысячи первенцев Теперь, получается, первенцы Первенцы, они отдали свой функционал Они сказали, мы теперь не будем служить всю жизнь Выполнять заповеди Пускай вместо нас служат левиты А вот эти 273 была разница Левитов было больше Они должны были выкупить себя В общем, там целая система Кому интересно, запишите себе Надо разобраться И есть конкретно, если у вас есть любой вопрос по Торе Вы можете задать на сайте Талдотру Спроси Равина И вы на Талдотру пишите любой вопрос И вам отвечают конкретные Там сидят Равины, русскоязычные Много их сидит И они вам прям конкретно отвечают на ваш вопрос Или вы можете свой вопрос набрать Я вам даю гарантию, что этот же вопрос уже есть Там где-то 20 тысяч вопросов, которые мы уже задали И возникают одни и те же вопросы То есть уже есть ответ на этот вопрос Можно просто по поисковику Талдотру набрать И сегодня у нас 18 глава Мишлей 18 глава Мишлей, притча царя Соломона Глава, как и все главы в Мишлей Наполнена мудростью Торы Именно такой житейской мудростью Вот как соблюдать заповеди И что делать Значит, здесь очень много говорится О том, как человек размышляет Как человек думает И, значит, вот, например, шестой отрывок Шестой отрывок Сифте-эксиль Уста грешника Явов-быриф Они все время стремятся к какой-то ссоре К какому-то конфликту Поспорить Да, рив это поспорить Да, похоже даже по звучанию Упив Лимаалумот Икра А, значит, а рот его вызывает побои Представляете? То есть, что делает грешник? Он говорит Человеку А что ты такой умный, да? А кто тебе сказал? А кто вот это вот Тора вообще? И он начинает Грешник Он начинает Возмущаться Спорить Все И он часто получает, конечно За это побои То есть, все очевидно Человек, который Несет зло Он на себя же его Привызывает Дальше Дальше Говорится так Седьмой отрывок Язык грешника Пиксиль Рот грешника Дословно Мехитало Сокрушение ему Сокрушение ему Значит И что? И что дальше? Усватав И уста его Они для него ловушка Ловушка для души его Опять же Тот же самый принцип Человек Своим ртом Своей речью Он делает зло Или делает добро Жизнь и смерть Накончите языка Отношения Все, все, все У человека Накончите языка Восьмой отрывок Даже его здоровье Посмотрите, как Царь Соломон Пишет вообще Основа психосоматити Восьмой отрывок Деврейнерган Слова жалобщика Есть такая еще штука Он вроде бы не нападает Ни на кого Он как бы и не ссорится Ни с кем Он жалуется Как дела? Ой, вообще все плохо Не могу Все плохо Значит И он жалуется Царь Соломон говорит Слова жалобщика Кэмитлаамим Они как пронзительные такие Они проникают Вовнутрь Вэмьярду Хадрейботен И они прям спускаются Проникают В Хадрейботен В живот Значит В живот Как это слова Жалобщика Проникают в живот Вот если вы Обратите внимание Когда рядом Кто-то начинает Пронзительно жаловаться То вы это чувствуете И У человека Когда он Находится в негативе У него Биохимия тела Меняется Гнев Жалобы Скука Уныние Это как яд Для тела Конкретный яд И наоборот Когда человек Благодарен У него вырабатывается Дофамин Когда он Благодарен Людям И он людям Рассказывает Хорошие вещи Люди радуются У него вырабатывается Серотонин Два этих гормона Они Повышают Его иммунитет Они Повышают Его уверенность В себе И Значит Он довольно счастливый Людям нравится Что он Радостный Веселый Счастливый Они хотят С ним общаться Хотят ему помогать Он добрый Веселый То есть вокруг него Хочется находиться И ему хорошо Царь Самон говорит Почитайте Восьмой отрывок Восемнадцатая глава Слова Жалобщика Они пронзительные Они проникают В Хадрей Беттен Они прямо Во внутренности Проникают Дальше он говорит Дальше он говорит Такую вещь Интересный Тоже Девятый отрывок Он Он Много Очень Объясняет Почему говорят Человеку Вот он Он хороший же А ему так Не везет И ему не везет И у него там Все ему не прет И ему не прет Почему Царь Самон говорит Девятый отрывок Значит А Митропе Гам Митропе Млахто Также тот кто Митропе Млахто Тот кто Ослабляется В своей работе Аху Либан Машхид Он как Как Брат Для того Кто рушит Значит Объясняет Этот отрывок Бен Ишха Есть такой Великий мудрец Он объясняет Очень просто Было два человека У царя Два Два Слуги У царя Он одному Говорит Так Значит Обоим Говорит Построй мне Ты дом Построй мне Домик На южном Концу Моего дворца А ты мне Построй домик На северном Конце Понял Понял Одному Говорит Понял Понял Второму Понял Понял Проходит Неделя Один Работящий Такой Все Он построил Дом Все говорят Вау Какой домик Построил Он красивый Он напился И его Разрушил Этот дом Значит Проходит А второй Даже не Начал Строить Второй Не строил Он просто Сразу Все Лег себе Лежит Ушел Куда Задумался Неизвестно В общем Он не построил Проходит Неделя Царь говорит Вызывает Обоих Где дом Один Говорит Вы знаете Я построил Но потом Разрушил Он говорит Ты как Я тебе сказал Дом построить А ты построил И разрушил Второму Говорит А где твой дом А я не строил Два Два человека Не выполнили Приказ царя Один просто Построил И разрушил Это тот Кто разрушитель А второй Говорит нам Царь Самон Тот Кто не построил Он как брат Тому Кто разрушил То есть Человек Который не Выполняет Свою жизненную функцию Вот он дал Например Дамиру Партнеру Какую-то силу Значит Что-то он должен сделать Он все время Просит про Хая и Ехида Да Ему нужно знать Этот вопрос Ну Дамир Я не знаю По гугле Есть люди Которые это изучают Я не изучаю кабалу Поэтому я ничего Не могу сказать Ни про Хая Ни про Ехиду Но я знаю Что этот вопрос Разбирается Даже на русском языке В десятках сайтов Я не могу рассказать Но он Видите Он старается А другой Например Вот может быть Роман Иванишин Может быть Ему Всевышний Дал какое-то Конкретное задание Издать книгу По кабале Его душе И он значит А он просто Митропавль Млахто Он не выполняет Свою работу Своё задание Ослабился Не хочу Ну что буду Какие-то книги Что-то мне напрягаться Мне так нормально Потом Не дай бог У кого-то не у него У кого-то другого У человека неприятности Люди говорят Смотрите Он же ничего плохого Не делает Да он плохое не делает Но он и хорошее не делает А царь Само нам сказал Что тот Кто не выполняет Функцию Которую на него Царь царей Возложил Он как будто бы Разрушает Теперь кто это знает Нет у него У него У него значит Интересный Тут очень каждый отрывок Очень хороший Я сейчас один расскажу Вот 12 предпоследний Потом еще один какой-то позитивный 12 не позитивный Но он нам объясняет Он нас спасает от ошибок Значит Лифней шевер и гвалиев Иш Значит Перед крушением Возносит сердце Человек гордый То есть Царь Само нас предупреждает Неоднократно Что сказать Я могу Я знаю Я достиг Я уже все Это перед крушением То есть сразу после этого Наступает крушение И дальше он продолжает Позитивное окончание Этого отрывка В элифней Ковотанова И перед почетом Скромность Но если человек говорит Что я Я не знаю Чем больше я знаю Тем больше я понимаю Сколько я не знаю Я действую Я учусь На сэвенешма Сделаем Потом разберемся Поучился Сделал Помолился Поблагодарил Все время человек В простой такой работе И он скромный Он говорит Все от Всевышнего Все время Как Йосиф был Йосиф праведник Он все время говорил С Божьей помощью Бог поможет Спасибо Всевышнему Слава Богу Получилось Слава Богу Это от Всевышнего Да Вот когда ты Отдаешь почет Всевышнему Это называется скромность Если это называется Скромность Значит Тебе тоже люди будут Такого человека уважать И последнее Четырнадцатый Очень полезное Да Дух человека Четырнадцатый Отрывок Руах Иш Икалкель Махалеу Дух Человека Он как бы Обеспечивает Вылечивает Его болезни В Руах Ника Но если человек Ника Это как бы Депрессивный Он сдался Мия Саэна Кто его поднимет Кроме тебя самого То есть Царь Самон говорит Что у человека Должно быть намерение Намерение выздороветь Намерение Выполнить свой долг Намерение Реализовать свой потенциал То есть Если у тебя есть Твое намерение На него наложится Все остальное Но если ты свой дух сам сломал И сказал Да все нереально И юж это называется Отчаяние такое То кто же тебя поднимет Если ты сам себя не можешь Поднять и не хочешь Вот такая вот У него интересная Ну и двадцать первый отрывок Позитивный Да Двадцать второй Я скажу позитивный Двадцать второй Кто нашел себе доблестную Добрую жену Двадцать два Маца Иша Мацатов Кто нашел жену Нашел добро Вэфэк Рацион Мяшем И он будет через нее Вытаскивать желание Всевышнего Или этим самым Он выполняет Желание Всевышнего И даже если потом Окажется Что она его там Пилит Критикует И так далее Она его исправляет Потому что Желание Всевышнего Чтобы у человека Была жена Жена Она для тебя Все время Она тебе Как знаете Как он говорил В другом отрывке Что Железо А железо Затачивается Да То есть даже если Она чуть-чуть Тебя подпиливает Такая Да То железо Об железо Затачивается Если ты хочешь Исправиться Если ты хочешь Понять Что Всевышний Тебе через нее Показывает Какие-то Через любую Неприятность Всевышний Тебе показывает Где расти Где развиваться Где пробой То есть Всевышний Он На нашей стороне Как хороший тренер Который спортсмена Он заставляет его Он ему говорит Ты можешь У тебя есть потенциал Ты должен Ты не можешь Быть какой-то там Тряпкой Да Давай Встань Сделай Так Всевышний нам Эти сигналы Дает Через Через События Какие-то Хорошо Дорогие друзья Все Пишем выводы Пишем выводы У меня для вас Хорошая новость Кто живет в Европе Я буду в Вене Сегодня мы вечером Летим в Вену Буду в Вене В субботу И воскресенье Будет в 6 вечера В центральной общине Вены Прямо в центре города Будет в 6 часов Урок по кричам Царя Соломона И все Кто придут на урок Получат в подарок Книгу Значит Книгу Мишли У нас есть там Слава Богу Один из Очень близких друзей Спонсора ВАИКРа Он как раз Позаботился Чтобы в Вену Приехало много книг И значит Если у вас есть друзья В Вене Или рядом с Веной То значит Мы сейчас разошлем Ссылочка на регистрацию Вход только по регистрации 30 долларов 30 евро На развитие ВАИКРа Это ЦДК И каждый получает В подарок Книгу Мишли Значит Я думаю Я думаю Что даже смогу Какие-то книги Подписать Не знаю Все А может все Даже подпишу Поэтому Удачи Успехов Жду вас В Вене 21 мая В 18.00 Будем как раз Изучать Мишлей Вживую Удачи Успехов И Чтобы Всевышний В заслугу Того Что мы Учим Учим Тору Изучаем Тору Молимся Чтобы Всевышний Дал нам всем Реализацию наших Молитв Планов Целей Слава Богу Вчера Прямо Мама моей жены Скорая забрала И после нашего урока Она вернулась домой Здоровая Все хорошо Представляете Значит В Иерусалиме Где ее можно купить На сайте Ваикра.ком Набирайте Ваикра.ком И там на сайте Есть вся информация Где можно ее купить В Иерусалиме Вся есть информация Все Удачи Всем и успехов Значит Чтобы Всевышний Дал вам благословение И как говорится Что Бог Чтобы Бог Выполнил Все запросы Твоего сердца Для твоего добра Что мы отсюда учим Чтобы были запросы Правильные Человек должен хотеть Должен обращаться К Всевышнему С просьбой И чтобы эти запросы Они были реализованы Для добра человека Иногда человек просит что-то А может оно ему и не надо Может оно его не туда ведет Все Счастливо Удачи До встречи Все через сайт Воиграком Книгу можно заказать на сайте Субтитры Субтитры Субтитры